Доброй ночи, дорогие мои люди! Квозь эту непроглядную мглу, туман и ливень мы пытаемся добраться до зачарованного леса Гарри Поттера. Кстати сказать, вот вся зима у нас в этом году такая, без снега, но с хорошими дождями. Да, не очень-то вид на картинке, но поверьте, почувствуйте шум дождя за окном машины. Прекрасная картинка для рассказов о Андерсон, принцессе на горошине или каких-нибудь английских детективов. Дождь, ночь, холод. Вот, смотри, все куда-то мчатся. Сейчас мы проверим, сколько любителей батарианы в Америке готовы пожертвовать теплым пледом. А вот из очереди мы вообще не одни. Я думала, люди не поедут. Сейчас. Вот очередь из машин достаточно длинная, смотри. Я думала, только мы. Такие-то. Причайно смелые. На самом деле мы не любители Гарри Поттера. До такой степени, чтобы все бросать и ехать. Смотреть волшебный лес. Нет. Мы любители дизайна и волшебства в силу своей профессии. Просто рассматривать шоу, которое предлагает Warner Bros. Это Think Well and Fever. Франшиза. Как выкуплена, открыта и надо вытягивать деньги из народа. Как можно больше выжимать. Сделали теперь световое шоу. Имела большой успех в Европе. Теперь привезли вы к нам. Давай, давай, давай. Сейчас только у нас в Нью-Йорке. Upstate Нью-Йорк. И Вирджиния. А потом они будут закрывать и дальше будут колесить по лесам Америки. Посмотрим. Да, если вы едете на такие мероприятия, паркинг оплатить лучше сразу. Потому что потом начинаются неприятности. Где-то кэш не берут, где-то карточки не берут. Но в основном уже, конечно, перестали брать. У нас всех хотят посчитать. У нас такая тотальная цифровизация. Свободы потихоньку ущемляют и закручивают. Всех в одно русло. Не возвращаясь в культурную, позитивную, программу политической. Очень холодно, мокро, неприятно. Но все работает, огни горят. И мы пробегаемся в клуб парка. Какая-то безумная линия, чтобы сфотографировать 700 людей. На ленив? На ленив. Угу, на ленив. Но вторая. Да. Зайти на пляж. А вот зайти. Всё, в дожди и в зонтах. Такая английская погода во всем. Встречают с нас ларьки, со всякими вкусностями, с поторианским эффектом ватер-бейли, конфеты, люди что-то покупают. Так холодно, что ничего не хочется, разве что горячий шоколад, но для него надо легче. Бой сейчас подождут, тоже не хочется. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, в Англии идут дожди Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Волшебным дорогам зачарованного леса. Дождь не выключается, дождь не портит, дождь придает очарование. И холодно, как будто мы идем прямо по лесу, настоящее холодно, мокро, да, хотелось бы эту палаточку волшебную с собой видеть. Да, наша волшебная палачка в Коннектикуте. Мне кажется, это больше все равно похоже на декорации веселого обоскривили. Уферить тебя Англия, а все оттуда. Тут я волшебная тварь. Волшебная тварь. Волшебная тварь. Там какой-то эльф. Тварь. Субтитры делал DimaTorzok Это эти? Очки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Диментр Диментр Субтитры делал DimaTorzok 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 Другие Субтитры делал DimaTorzok 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 Все бюджетные сувениры на память. А пауки это кто просто? Он сказал, что он не знает в какую поедет штат. Он сказал, что это не последний вам контакт на треке. Это постеры. Преступники и прозвольники. Мы записываем наши впечатления быстро по горячим следам. Красная цена всему этому аттракциону в 30 долларов. И больше оно не стоит. А Дорнер Бразерс и всей этой компании хотелось бы чего-то большего интересного и значительного. Не знаю, так много-много подсвеченных деревьев, мало какой-то динамики, мало движения. Мне очень такое все непрешное, скажем так. Для очень-очень маленьких детей, чтобы не боялись. Но для маленьких детей, чтобы не боялись, это очень дорого. Муж блогера сказал, что он из детского возраста вышел. Ну мы же это мимоходом, а не специально. Я вот представляю радость людей, которые сюда приехали специально. Еще у кого двое детей, и не по воскресному прайсу, не по воскресной цене, а по субботнике. Когда это стоило 75 долларов. И еще тебе надо купить билет этим детям. Ему это очень неоправданно дорого. Оно того не стоит. Но очень много фанатов этой книжки, этой сказки. Поэтому за удовольствие и зрелище надо платить. Возвращение подкачивается еще. С вождиком походить. А, ну дождь. Дождь за беслатный был.